Владимир, здравствуйте. Итак, как говорится, вопросы. Начинаем сразу же на злобу дня. Итак, Юрий Игнац сделал довольно, как по мне, знаковое заявление относительно того, что Украину во время последних атак теми самыми дронами, дронами Камикадзе, атаковали не шахеды 136, а шахеды 131. Скажите, пожалуйста, какая между ними разница, изменяются ли задачи Украины в этой борьбе с иранскими дронами? Я думаю, тут для широкого зрителя понимание, какая разница между этими дронами особо роли не сыграет. Это разница в начинке, разница в том оборудовании, которое туда начиняется. Тут вопрос в другом. Тут вопрос в том, что наши силы обороны, наши противовоздушные силы и все остальные у нас должны работать над тем, чтобы эти дроны уничтожать. Тут другого абсолютно варианта нет. Это летающее зло, которое падает у нас, взрывается и несет огромные ущербы нашей инфраструктуре и гражданским объектам и так далее. Поэтому тут одно и основное, что должно быть, они должны максимально уничтожаться. И наши силы обороны с этим в принципе справляются, уничтожая их огромное количество. Я вам скажу, ни одна система ПВО в мире не может уничтожать 100% всего того, что летит. Поэтому процент их уничтожения у нас достаточно высокий. И как раз хотелось бы, чтобы оно так и было. Они ниже, чем сейчас есть, а продолжали, улучшали и так далее. Я правильно понимаю, Владимир, что вот эти все разговоры, которые ходили относительно того, что эти дроны, они не могут быть столь в кавычках эффективны для Российской Федерации в условиях зимы, это, к сожалению, неправда, как мы видим и зимой, они также очень опасны. Ну эти дроны и так будут и зимой, и летом, и тут нет никаких других вариантов. Вот не стоит вопрос в том, что дрон может лететь при температуре плюс-2, при минус-2, он уже не летает, они летают, к сожалению, в большом. Производители этого вооружения, производители вооружения работают над тем, чтобы их усовершенствовать и дальше. Привязать к тому климату, где они будут использоваться, к рельефу, местности и ко всем остальным вещам. Потому что там определение ихнего, траектории ихнего полета очень сильно связано, в том числе с оптическими координатами, они привязывают, например, идут вдоль водоема, например, вдоль Днепра или вдоль дороги или другие примеры. То есть они к этому очень сильно привязываются. Кроме тех других координат, которые туда вбываются, спутниковые координаты. Но речь идет о том, что их использование в разных температурных режимах, конечно же, производителям туда вбываются. И говорить о том, что они неэффективно могут использоваться зимой, нет, это неправда, они могут эффективно использоваться в любое время года, к сожалению. И тут нужно иметь четкое понимание, что у нас есть враг, этот враг использует любые, к которым может добраться система вооружения. И если у них нет возможности производить или накапливать, например, ракеты, то они будут пробовать находить другие варианты, например, иранские дроны. Я не исключаю, что возможно появятся еще какие-то, пока их сейчас нет, но в ходе развития военных действий российское военно-политическое руководство, оно может перевергнуть к чему угодно, к чему у них дотянутся их кровавые ручки. Поэтому тут ситуация такая. Нам нужно это четко для себя понимать. Нам нужно четко понимать, что нам нужно выстраивать систему противодействия этому. Нам нужно четко понимать, что у наших западных партнеров нам нужно активно просить систему противовоздушной, противоракетной обороны. И эта система противовоздушной обороны, она будет работать точно так же и против дронов, не только против ракет. Это очень важно, потому что все, что отправляется по воздуху, оно входит, противодействие с ним входит в систему противовоздушной обороны. Это очень важно, нам ее нужно усиливать. Это надо четко понимать всем нашим западным партнерам. будь то дроны, будь то ракеты, будь то еще что угодно. — Юг Беларуси — это все наши северные границы, начиная от Киевской и заканчивая туда аж до Волынской, туда аж до польской границы. — Это все, что примыкает к нашим северным границам. Но тут стоит вопрос в другом. Вот это маневрирование с личным составом, с техникой Беларуси, оно периодически происходит. У нас наши разведданные говорят о том, что Беларусь может готовиться к открытому участию в этой войне. Есть такие данные, их обговаривают. Но, как для меня, анализируя эту ситуацию, я сомневаюсь, что Беларусь сама по себе вступит в военные действия. Но есть вариант того, что Беларусь продолжит предоставлять свою территорию для российских оккупационных войск. Не нужно забывать, что как раз и 24 февраля с территории Беларуси в Украину заходили российские войска. Кроме того, с территории Беларуси постоянно происходили обстрелы с воздуха. И поднималась авиация, прилетали ракеты и так далее. То есть это и будет, скорее всего, продолжаться. И, скорее всего, об этих моментах разговаривали два диктатора. Относительно того, вступит ли белорусский контингент в эту войну, у меня есть большие сомнения. Почему? Потому что он не настолько большой, он не настолько подготовленный, чтобы он мог как-то сильно преломить ситуацию в ходе этих боевых действий. И Лукашенко не очень бы хотелось оголять свои территории, убирая оттуда своих силовиков. Мы же знаем, что даже за результатом выборов, тех сфальсифицированных выборов, в результате которых Лукашенко провозгласил себя руководителем Беларуси, он обирался на силовиков. Если этих силовиков оттуда убрать, то могут начаться на территории Беларуси бунты. Прекрасить которых, которые сил, просто внутренних сил не будет. Кроме того, если мы посмотрим на соотношение тех войск, которые могут дать белорусы, и сравнить их с теми войсками, которые может собрать Россия, то это, конечно же, колоссальная разница. И поэтому, опять же таки, в количественном исчислении это не будет очень большое какое-то преимущество. Тут есть еще один момент. Огромное количество техники вывозилось в Беларуси, перемещалось на территории, которая граничит с нашим украинским оккупированным Донбассом, перемещалось в Ростановскую область и так далее, снималось хранение в Беларуси. Это говорит о том, что в Беларуси эта техника не накапливалась, она, наоборот, оттуда вывозилась. Смогут ли за счет логистических цепочек туда что-то переместить, собрать? Да, смогут. Сколько это займет времени? Я думаю, что это по времени может занять столько, сколько наши силы обороны, сколько наши разведданные, сколько наши вообще и наши партнеры смогут отследить эту ситуацию и подготовиться и нужным образом отреагировать. Я хочу сказать, на сегодняшний даже день наши силы вдоль северной нашей границы, то есть вдоль белорусской южной границы, они достаточно подготовлены, они достаточно осведомлены, выстроены нормальные фортификационные сооружения и тех вариантов, которые использовались в начале открытого вторжения, уже просто не будет физически, оно будет недопущено. Поэтому белорусский диктатор пытается найти варианты, лазейки, как ему соскочить с прямого непосредственного участия в этой войне, с другой стороны, предоставляя свою территорию, свои логистические маршруты, свои базы военные, свои военные аэродромы для российских оккупационных войск, для того, чтобы их оттуда можно было использовать. Хорошо, Владимир, тогда задам вопрос немного по-другому. Вы совершенно верно сказали, что предоставлять свою территорию, как пацдарм для атак, Беларусь, давайте называть вещи своими именами, безусловно, будет и дальше. Но вот российская группировка войск, если их можно назвать войсками, конечно, сейчас она не обладает той численностью, которая теоретически может отправиться в сухопутное наступление с территории Беларуси. Как вам кажется? Сейчас, по крайней мере. Анализируя ситуацию, я думаю, что она численностью может быть любой, потому что численность вооруженных сил Российской Федерации больше миллиона людей. Но вопрос ее качества. То есть мы же слышим, мы же понимаем уже очень давно, что весь свой боевой подготовленный костяк россияне собрались перед открытым вторжением. Это было в районе 150-170 тысяч солдатов, включая логистику, включая медицину. То есть это было самое боеспособное подразделение. Что после того? Мы видим цифры, официальные цифры, которые дает наш генштаб. И уже мы видим под 100 тысяч хороших русских, которые в пакетах поехали поздравлять своих родных с рождественскими праздниками. Но при этих всех вопросах мы понимаем, что у России достаточно большое количество желающих стать пушечным мясом. Их набирают, их мобилизируют, их собирают по тюрьмах, их собирают по разным еще местам для того, чтобы они ехали воевать в нашу страну. С ними никто не считается. Соответственно, их никто сильно и не готовит, и не оснащает и так далее. И говорить о том, что качество этих войск на достаточно высоком уровне не приходится. Хотя давайте говорить прямо открыто, еще есть подразделения, которые подготовлены, которые могут показывать свою силу, но их недостаточно большое количество для того, чтобы они могли как-то сильно повлиять на ход событий, которые происходят. Если мы проанализируем ситуацию, которая происходит у нас по линии боевого столкновения, мы увидим, что сейчас у нас самая горячая точка – это Бахмут. И в Бахмут россияне запихнули по максимуму все возможное, самое подготовленное, самое качественное, которое у них есть. Кроме вагнеровцев, кроме шмобиков, там еще участвует огромное количество тех подготовленных сил, которые были подготовлены на территории Российской Федерации, которые есть составляющими вооруженных сил Российской Федерации. Они не могут планироваться и находиться одновременно везде, там у них огромные потери. И находиться одновременно, например, на Бахмутском плацдарме, при этом пытаться заходить в Украину с территории Беларуси, конечно же, у них не получится. То есть говорить о том, что это качественно подготовленные подразделения, не приходится. Но, тем не менее, насобирать количественный состав того пушечного мяса, которое они собирают у себя по территории Российской Федерации, они, конечно же, могут. И это, конечно же, есть огромная проблема, потому что, сделав по одному выстрелу, уже получается 50-100 тысяч выстрелов из тех количества мобилизованных. Это огромное количество пушечного мяса, которое нам приходится перемалывать и, конечно же, которое нам приходится уничтожать. Но, тем не менее, наши силы обороны подготовленные, обученные, получившие знания, получившие технику у наших партнеров, конечно же, с этой ситуацией справляются и сейчас, и будут справляться и в дальнейшем. Говорить, опять поднимать вопрос о взятии Киева. Уже мы видели сценарий взятия Киева за три дня, но тогда это было регулярно подготовленные к войне, натасканные, обученные военнослужащие российских оккупационных войск. Сейчас мы видим ситуацию, что вся сила военной мощи раздутая. Они не могут взять даже город Бахмут, а о Киеве, о чем мы говорим, о каком Киеве. Спасибо большое. Как говорится, экспертное мнение. И самое главное, очень хочется, чтобы, как говорится, ваши слова до Богу в уши. Скоро увидимся обязательно и побеседуем в следующий раз. И надеюсь, что у нас будет больше позитивных поводов. Еще раз спасибо. Спасибо вам.